Всем привет, это Александр Лео на канале Тактика Гвинта и сегодня мы с вами будем открывать книгу наград года крысолака и посмотрим во сколько это нам обойдется ключей и насколько эффективно его можно открыть. Давайте приступим. Смотрите, вот дерево сезона года крысолака, давайте заглянем внутрь. Я его конечно же предварительно посмотрел, здесь нам разработчики настойчиво предлагают за ключи взять метеритную пыль, которая годится только на оживление карт, а другой пользы от нее нет, поэтому думаю мы будем проходить следующим образом. То есть вот эту вот метеритную пыль мы брать не будем, мы пройдем вот здесь вот, придется по пути забрать тремя ключами вот эту метеритную пыль, доберемся до сюжетного пункта, возьмем вот эти вот две метеритные пыли. И на самом деле здесь очень большой вопрос по поводу сундуков. Смотрите, вот этот сундук с нас просят пять ключей и за это мы получим вот эту вот ачивку крысолак и мы с вами получим 160 обрывков. Обычно 160 обрывков можно взять за три ключа, ну вот здесь вот как бы нам дополнительно допом предлагают взять вот конкретно вот эту вот крысолака. Дальше, вот эти два сундука у меня под большим вопросом, в них конечно же есть какая-то история, которую можно посмотреть вот здесь вот, но здесь это стоит целых 10 ключей. Здесь, соответственно, будет рамка, то есть, ну, рамку в карты не преобразуешь, логично. Здесь есть метеритная пыль и опять же вот есть 160 обрывков, которые обычно стоят три ключа. То есть здесь нам предлагают по большому счету в пустую потратить семь ключей. То же самое и здесь. В пустую предлагают потратить семь ключей, то есть эффективность вот этого сундука всего три ключа. Да, не будет вот этой истории. Ну, я думаю, я переживу, если захотите, можете открыть. Второй момент, здесь вот есть два таких очень интересных скопления, можно сказать, я бы сказал, места, но скорее всего это скопление. Здесь за три ключа нам предлагается открыть две, ну, два ключа, это 100 руды и одну метеоритную пыль. И вот здесь вот нам предлагается за четыре ключа опять же открыть еще там 60 метеоритной пыли. То есть здесь опять же в холостую потратиться два ключа конкретно на метеоритку. Ну, нам нужно добраться до вот этого сюжетного пункта, поэтому я думаю, мы вот эти два узла мы с вами будем открывать. Ну и доберемся вот до сюда, не будем трогать вот эти вот две вещи. Окей, погнали. Давайте начнем с самого начала. Давайте вот здесь переключусь. Пойдем вверх. После того, как все откроем, посчитаем эффективность возможности покупания бочек по отношению конкретно к затраченным ключам. Итак, первый сюжетный пункт. Очень длинный, гениально длинный, за целых пять ключей. Крыса вылится везде, во всяком случае там, где живут люди. Шикарно. Погнали дальше. Так, забираем руду. Забираем вот эту руду. Здесь мы пройдем до, ну почти до самого сундука. Сейчас будет следующий сюжетный пункт. Надеюсь, он будет чуть длиннее, чем первый. Ну да, он длиннее получился. Хорошо. Погнали дальше. Давайте заберем вот эти 80 обрывков. Хватит на одну синюю карту. Ну, конечно, у меня уже полный комплект синих карт, но тем не менее, там пригодится, соответственно, на золотые карты. Так, поехали дальше. Следующий сюжетный пункт. Читаем. Здесь нам предлагают взять руду и обрывки. Давайте заберем. И здесь нам опять же предлагают взять руду и обрывки. Давайте мы их тоже заберем. Так, тут руда, обрывки, руда и давайте тоже заберем эти обрывки, они всегда пригодятся. Так, забираем не столь ценные узлы. Открываем финальный сюжетный пункт и получаем за него 500 руды. И давайте доберемся вот до сюда. Окей, смотрите. Я не буду, как уже сказал, открывать вот эти вот два сундука. Здесь это стоит 5 ключей и 160 обрывков мы за это получим. Наверное, я тоже не буду. Я оставлю ключи под другие карты и за них я лучше получу руду. Хорошо, давайте теперь посчитаем, какова эффективность конкретно вот этой карты, которую мы только что открыли. Итак, смотрите. На самом деле эта карта меня так же не впечатлила, так же, как и предыдущая карта, которую мы с вами открывали. Это купцы и зафира. То есть здесь, смотрите, мы потратили 84 ключа. Это достаточно большое количество ключей для одной книги наград. За это мы получили 3400 руды. То есть за 3400 руды мы обычно покупаем 34 бочки и в других книгах, в других картах мы открывали 34 бочки в среднем за 68 ключей. То есть коэффициентом 1 к 2 иногда дешевле. Здесь же коэффициент получается значительно выше, то есть почти там 2,3 ключа за одну бочку покупаемую нужно будет отдать. Мы с вами получили 600 обрывков, что также по большому счету немного по сравнению с остальными картами. Да, нас заставили купить 270 метилитной пыли и мы с вами получили 0 бочек. Таким образом, если вы находитесь в самом начале, в самом начале пути, я бы вам не рекомендовал открывать конкретно вот эту вот карту из года крысолака. А на этом, наверное, все. С вами был Александр Лео, канал Тактика Гвинта. Если понравилось видео, ставьте большие пальцы. Если понравился канал, подписывайтесь. Всегда выходит много интересных видео. Побед, удачи, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok